Друзья, Лысая Ставка канал с бесплатными прогнозами на спорт. Его ведет мой хороший знакомый, и у него действительно качественные прогнозы. Так что если хотите подзаработать на прогнозах, вам к нему. Ссылка будет в описании. ПСЖ готов дать 200 миллионов евро за Ламина Ямала. Наполи назвал цену, за которую готов продать Хвичу. Барселона забирает игрока Баварии. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы попросить вас подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это очень поможет в продвижении ролика. Также рекомендую тебе подписаться на мой телеграм-канал, чтобы не пропускать наисвежайшие новости. Помимо этого, там тебя ждут футбольные приколы, трансляции топовых матчей и многое другое. Поэтому не стесняйся и переходи на канал по ссылке в описании. В Арсенале приняли решение по будущему Зинченко. Арсенал заинтересован в продлении контракта с защитником. Как сообщает журналист Экрем Канур, руководство лондонского клуба планирует предложить футболисту долгосрочный контракт, который будет рассчитан до 28-го года. Срок действующего договора истекает в конце июня 26-го года. Александр перебрался в Арсенал летом 22-го года. Барселона заинтересована в подписании нападающего Баварии Эрика Шупаматинга, сообщает Спорт ЕС. По их информации, каталонский клуб хочет подписать футболиста, у которого истекает контракт с Баварией в статусе свободного агента. Также отмечается, что Барса не единственный претендент на игрока. В Шупаматинге заинтересованы команды из АПЛ, серии А и Саудовской Аравии. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 24-го года. Мадридский Реал прорабатывает нюансы, связанные с потенциальной покупкой центрального защитника Лиля Элени Йора. Об этом сообщает Спорт ЕС. По информации источника, в мадридском клубе считают, что Йора является одним из самых перспективных защитников в Европе. Подчеркивается, что Сливочный готовы предложить за футболиста около 30 миллионов евро. В свою очередь, Лиль склоняется к тому, чтобы продать Йора именно в Реал, а не в ПСЖ, активно интересующиеся защитникам в последние месяцы. Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тенхак ожидает, что левые защитники Люк Шоу и Маласия уже не сыграют в этом сезоне. Из-за операции на коленях Маласия не сыграл ни минуты в этом сезоне. В то же время Шоу испытывает проблемы с бедром, пропустив первые три месяца компании и недавно вернувшись в лазарет. В сложившейся ситуации Тенхак чувствует себя обманутым медицинским штабом, который обещал ему поставить Шоу и Маласия на ноги в январе. Именно из-за этих обещаний Эрик прервал аренду Серхио Регелона в зимнее трансферное окно. В декабре я провел переговоры с медицинским и тренерским персоналом. Они заверили меня, что оба игрока будут в строю в январе. И тогда я буду обладать двумя левыми защитниками. Поскольку у меня был третий, одного из них мне бы пришлось расстроить. Это одно из моих главных разочарований здесь. Ты еще можешь смириться, когда недоступен один игрок. Но когда на определенной позиции оба игрока недоступны на протяжении сезона, то это очень расстраивает. Команде очень сложно с этим справиться. Мы делаем все возможное, но это, конечно, удар по нам. Оба наших игрока на позиции левого защитника травмированы почти весь сезон. Думаю, Ливерпуль хороший пример в этом плане. В прошлом году у них было то же самое, и они не справились. Думаю, Маласия будет сложно вернуться в этом сезоне. Он сражается, он занимается на траве, но не с командой. И на этом пути он несколько раз был отброшен назад. Его восстановление идет очень медленно, а сезон близится к концу. Шоу? Думаю, то же самое. Может быть, он вернется на заключительные матчи сезона. Но мы не рассчитываем на него в этом месяце или в следующем. Цитирует Тенхага Дейли Мэйл. В Наполе определились со стоимостью грузинского вингера Хвичик Варацхелия. Как сообщает Марко, неаполитанский клуб готов расстаться с футболистом за 150 миллионов евро. Это объясняется тем, что Наполе не хочет, чтобы клуб одновременно покинули Кварацхелия и нигерийский нападающий Виктор Асимхен. Действующий контракт Хвичи с итальянским клубом действует до конца июня 27-го года. В ближайшее время 18-летний центральный полузащитник ПСЖ Уоррен Заир Эмери пролонгирует трудовое соглашение с французским грандом до 29-го года. Об этом сообщает Легип. По информации источника, продление контракта футболиста состоится в ближайшие дни. В крайнем случае, в ближайшие недели. Подчеркивается, что в ПСЖ намерены сделать его центральной фигурой своего спортивного проекта. Напомню, что Заир Эмери является воспитанником парижского клуба. В скором времени Нью-Кассел выкупит у Челси 19-летнего левого защитника Льюиса Холла, который с начала этого сезона выступает за сорок на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо у себя в Твиттере. По его информации, в Челси не сомневаются, что им удастся выручить 30 миллионов фунтов. Нью-Кассел рассматривает англичанина как футболиста, способного помогать клубу на протяжении многих лет. В этом сезоне Холл принял участие в 11 матчах во всех турнирах. В них он отметился одним голом. Мадридский Реал еще надеется оспорить дисквалификацию Джуда Беллингема. Полузащитник Реала получил красную карточку в матче с Валенсией за то, что выразил недовольство свистком арбитра Хесуса Хилимансана за мгновение до навеса приведшего голу мадридцев. Джуда Беллингема дисквалифицировали на две игры Ла Лиги за неуважительное отношение к судье. Апелляционный комитет оставил это решение в силе. По информации АС, Реал решил обратиться в спортивный административный суд, последнюю инстанцию, которая может отменить решение о дисквалификации игрока. При этом отмечается, что рассмотрение дела займет несколько недель, поэтому Беллингем, вероятно, все равно пропустит два ближайших матча. В Реале заявили, ничего страшного, давайте поборемся и победим. Мадридцы не стали просить суд отменить дисквалификацию англичанина на время рассмотрения дела. Вероятно, это связано с календарем. В ближайших турах клуб встретится с Сельтой и Ассасуной, а 21 апреля ему предстоит матч с Барселоной. Реал хочет избежать развития событий, при котором Беллингему придется пропустить Эль Классико. Это может произойти, если суд утвердит решение об отстранении Хавбека. Мадрид считает наказание полузащитника несоразмерным нарушением, но готов к тому, что футболист пропустит ближайшие игры. Парис Анжермен готов предложить Барселоне 200 миллионов евро для того, чтобы приобрести 16-летнего нападающего синегранатовых Ламина Ямала. Об этом сообщает Марка. По их информации, французский Грант видит в Ямале долгосрочную замену Кильяну Мбаппе, который с наибольшей вероятностью грядущим летом покинет ПСЖ. Известный футбольный агент Джордж Мендеш, представляющий интересы Ямала, на этой неделе встретился с президентом Барса Жуаном Лапортой для того, чтобы обсудить возможность этого трансфера. Подчеркивается, что Барселона против продажи Ямала, поскольку видит в нем будущее клуба. Криштиану Роналду высмеял назначение пенальти в пользу Аль-Хилляля. Аль-Хилляль обыграл Аль-Рият на выезде со счетом 3-1 в 23-м туре чемпионата Саудовской Аравии. На 66-й минуте судья назначил пенальти в пользу гостей после падения игрока Аль-Хилляля в штрафной площади, хотя контакта с защитником, вероятно, не было. Рубен Невиш реализовал 11-метровый и сравнял счет. Нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду прокомментировал в видео этого эпизода серии смеющихся эмодзи. Продолжение следует...